31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий в столице. Торжественно презентовали монументы. Сам президент озвучил данные о трагическом периоде в истории страны Голодоморья. Чуть позже в другом районе Астаны прошел первый санкционированный митинг несогласных, где тоже вспомнили жертв в таллиннской машине. На первом событии подчеркивалось, что массовую гибель казахов от голода все-таки лучше не политизировать. А вот на втором от параллелей не смогли удержаться. Темно-синий костюм и алые розы на фоне черной стены. Нурсултан Назарбаев открывает очередной объект архитектуры. В Астане сегодня торжественно презентовали монумент жертвам Голодомора 30-х годов. По данным президента, в Казахстане тогда погибло около полутора миллионов человек. Вспомнил Ельбасы и о сталинских репрессиях. Причиной голода, депортации, массовой гибели людей стала высокая политика советского режима. Главный виновник репрессий – это бесчеловечная тоталитарная система. Стена скорби установлена на пересечении проспектов Республики и Абая. Композиция представляет собой целую скульптурную группу. В центре ребенок и женщина с воздетыми вверх руками. На презентацию монумента пришли несколько сотен человек, в том числе и зарубежные гости. Для лидеров мировых и традиционных религий, которые приехали накануне на специальный съезд, открытие стены скорби вошло в культурную программу по Астане. А на другом конце города о продолжающихся репрессиях, но уже в современном Казахстане, говорят оппозиционеры и просто не согласны. На первый, после 16 декабря разрешенный митинг, пришли в основном дольщики и ипотечники. Присутствуют и представители ОБСЕ, правда, в качестве стороннего наблюдателя. Активисты требуют участия в делах государства и справедливого суда по женаузенским событиям. «Сегодняшний митинг законный, он санкционирован, на него есть постановление Акимата города Астаны, поэтому я обращаюсь ко всем, кто пришел на митинг. Ведите себя спокойно, свободно». Вести себя свободно собравшиеся не замедлили. Не проходит и поучаться, как кто-то отходит в тенек, кто-то удобно разваливается на ближайшем газоне. Около шести десятков митингующих разом превращаются в пассивную массу. Впрочем, оптимизма у ключевых столичных оппозиционеров не занимать. Экс-сенатор Олихан Кайсаров уверен, и такие способны на переустройство страны. «На втором съезде РСДРП еще в конце 19 века, когда присутствовало всего лишь 7 членов, 7 делегатов съезда, и среди присутствующих был один очень знаменитый человек, который сказал, «Боже мой, и эта кучка людей, 7 человек хочет перевернуть Россию». Не прошло 20 лет, как Россия действительно была перевернута. И поэтому говорить о том, что сегодня людей мало, и ни к чему-то не приведет, я бы не стал. К согласию, пусть даже и заочному, в последний день весны в Астане так и не пришли. Оппозиционеры продолжают проводить недвусмысленные параллели со сталинскими репрессиями и нынешним режимом. Глава государства просит осмысливать историю и не политизировать ее участников. Хотя бы те полтора миллиона, что погибли от голода. Замзагуляб Драхманова, Сакин Айсенов. Из Астаны, Казахстан. Продолжение следует...